добрый день друзья сегодня мы открываем наш экскурс в мир комет это стартовый обзор достаточно обширной темы которой мы решили поделиться с вами что же собой представляет кометы и так вы наверное многое слышали о кометах о них говорят средства массовой информации когда самые яркие такие как комета галлея украшает ночной небосвод или когда появляется необычного вида кометы такие как комета холмса или в период исследований комет космическими аппаратами как в случае кометы чурюмова герасименко в отличие от других малых тел солнечной системы кометы обладают удивительной способностью имея небольшие ядра твердого вещества развивать гигантских размеров атмосферы превосходящее само солнце кометы появлялись неожиданно в разных частях неба имели различные очертания и наблюдались в течение значительного промежутка времени неудивительно что появление комет зафиксировано в летописях наиболее ранее которых относится к 2296 году до нашей эры благодаря китайским летописцам старые времена люди боялись комет они не знали откуда пришли кометы и чем были нередко люди считали что кометы это послание от демонов или богов которая предвещает несчастье такое например как смерть короля войну болезни или голод в эпоху возрождения астрономы начали смотреть на кометы с меньшим количеством суеверий получая свои знания из наблюдений сначала ученые доказали что кометы не атмосферные явления потом что они бывают периодическими и вращается вокруг солнца и что их атмосферы формируются путем испарения вещества и так что есть кометы это малые космических масштабах глыбы льда и пыли большую часть времени блуждающие во тьме солнечной системы размеры эти глыб составляет от сотен метров до нескольких десятков километров с уменьшением расстояния от солнца лед который находится на нагретом солнцем ядре кометы испаряется вместе с мороженной в него пылью образованные частицы пыли и газа настолько малы что их движение определяет сила давления солнечного излучения именно вблизи солнца формируются хвосты комет будто ветер относит дым от костра я не зря использовал аналогию с дымом ведь подавляющее количество пылинок хвостей кометы как раз имеют размеры частиц дыма порядка микрометра хотя частицы пыли и газа очень маленькие и размещены в космосе очень разрежено длина образованным ими хвоста может составлять до 150 миллионов километров видимость ничто это меткое описание комет известно каждому астроному вскоре после вылета из ядра кометы газ и пыль динамически разделяется образовывая таким образом два хвоста пылевой и газовый газовый хвост голубоватого цвета и направлен противоположно на солнцу а пылевой слегка желтоватого цвета искривленный в сторону противоположную движению кометы по орбите кометы иногда распадается как это делали кометы биеллы в 19 веке и кометы шумейкер леви 9 которая распалась ее осколки упали на юпитер 1994 году кометы вращаются вокруг солнца по очень разнообразным орбитам от почти круглых до параболических и даже гиперболических что предполагает что они могут покинуть солнечную систему наклонение орбит комет к плоскости обращения планет от нескольких градусов вплоть до 180 что касается периодических комет то наименьший период обращение вокруг солнца имеет комета энке 3 3 года знаменитая комета галлея совершает обороты вокруг солнца за 75 лет и стоит ожидать следующий визит 2061 году особое место в солнечной системе занимает кентавры кентавры как правило имеют характеристики и астероидов и комет они названы в честь мифологических кентавров которые были смесью лошадей и человека эти объекты также могут иметь диаметр 1 километр но 50 километровые кентавры не редкость а наибольший имеет диаметр 260 километров кентавра имеет неустойчивые орбиты которые пересекают орбиты одной или нескольких планет гигантов и так дорогие друзья сегодня мы рассказали вам несколько общих но интересных фактов из жизни комет нашей солнечной системе наш следующий обзор будет посвящен кометной безопасности не забывайте подписываться на наш канал до встречи друзья